Больше сталкивалась ситуация, когда ко мне на прием или же на сайт обращаются пациенты, которые получают довольно своеобразные результаты лечения и обследования в клиниках. И, по большому счету, мне кажется, что ситуация складывается достаточно серьезной, поскольку есть ощущение, что существуют какие-то две медицины. Одна медицина за большие деньги и какая-то другая медицина, по большому счету, которая принята другому во всем мире. Доказательная медицина, медицина, которая преподается в учебных медицинских учреждениях во всем мире. И огромный диссонанс между тем, что предлагается пациентам, и между тем, что на самом деле существует как принятая во всем мире наука. Я хотел бы для своих пациентов и для пациентов, которые в будущем будут обращаться в клинике, дать важную, полезную информацию, что на самом деле принято медициной как наукой, которая имеет юридическое значение. И тем, что могут, не знаю с какой целью, предлагать, скажем так, иногда за очень большие деньги. Давайте разделим проблему на две части. Первая. Когда пациентка идет с целью того, чтобы просто провериться на предмет наличия у нее каких-то инфекций, передающихся половым путем или каких-то заболеваний, которые могли вызвать воспалительный процесс, предположим. И у нее нет никаких жалоб и выделения абсолютно нормальные. Здесь я хотел бы сказать о том, что у женщин должны быть выделения. В меньшей или большей степени это зависит от конституции, от гормонального статуса. В первой фазе цикла эти выделения обычно бывают водянистые, белые, прозрачные, количество небольшое. К эвуляции они меняются, они могут в момент эвуляции выглядеть как яичный белок. Во второй фазе цикла выделения становятся менее прозрачными, белыми. К менструации они могут быть даже комочками. При этом важно, что эти выделения не сопровождаются никаким зудом, никаким запахом. В большом счету уже изначально можно сказать, что скорее всего у вас нет никаких проблем. И другая ситуация, когда женщина обращается в клинику и у нее есть жалобы. Этими жалобами являются выделения другого цвета, другого вида. И у этих выделений есть запах, есть раздражение наружных половых органов. Это вторая ситуация. Итак, если женщина обращается с такими жалобами, то ей необходимо провести обследование. И здесь совершенно нет никакой необходимости брать бланк лабораторный и отмечать в этом бланке все микроорганизмы, которые там перечислены. Потому что на самом деле значение имеет всего несколько. Все остальное, что перечислил в лабораторных бланках, подчас вообще не имеет никакого отношения к инфекциям и воспалениям и проблемам женских половых органов. Либо же эти микроорганизмы встречаются крайне редко и для них имеется соответствующая клиническая картина. И задача врача назначить исследование конкретно, исходя из клинической ситуации, а не под предлогом того, что давайте проверимся на все, и у вас, возможно, что-то есть, о чем вы не знаете. А вот наша клиника предоставляет возможность провериться абсолютно на все микроизвестные микроорганизмы, те, которые неизвестны официальной медицине. Нет, это неправильный подход. Это вот здесь уже сразу остановитесь. Потому что врач должен обосновать, какие анализы и на что он берет. Первое, что нужно взять, это общий мазок. Вот в этом общем мазке уже можно будет, по большому счету, увидеть определенную ситуацию. То есть наличие воспаления по количеству лейкоцитов, наличие посторонней флоры и некоторые заболевания, передающиеся половым путем, такие как гонорея, трихомониаз, они будут видны и, по большому счету, дублировать эти анализы с помощью других методов исследования не нужно. Кроме всего прочего, будет соответствующая картина выделений. Также будут видны, и если там есть признаки молочницы, в частности, также будут видны в обычном мазке. Второе, это, еще это называют в разных клиниках, анализ на скрытые инфекции. И вот здесь начинаются простыни анализа. По большому счету, этот метод, метод ПЦР, метод полимеразно-цепальной реакции, с помощью этого метода необходимо исследовать выделение только на несколько микроорганизмов. Первое, хламидии. Хламидии не видны в обычном мазке. А хламидии могут протекать бессимптомно, и с помощью ПЦР их можно определить. Второе, это вирус папиллома человека. Именно онкогенные штаммы этого вируса, для того, чтобы определить, есть ли у женщины этот вирус папиллома человека или нет. Третье, можно взять анализ на трихомонад с помощью метода ПЦР, поскольку он может быть не диагностирован в обычном мазке за счет того, что трихомонады теряют жгутики, может быть неотличимы от обычных клеток. Четвертое, на что необходимо будет взять ПЦР-исследование, это вирус простого герпеса. В том случае, здесь нужно оговориться, его стоит взять в том случае, если у пациентки были указания на то, что она когда-либо переносила герпес, либо она обращается с жалобами, что у нее есть болезненные язвочки на половых органах, с зудом, с болью, которая ей тревожит, для того, чтобы подтвердить диагноз. По большому счету, все. Вот это основные микроорганизмы, на которые стоит взять анализ. Брать анализ на кандиду, то есть возбудителя молочницы, не имеет значения, если есть картина кандиды и если это первичный эпизод. Анализ на кандиду берется только в том случае, когда необходимо исключить так называемые молочницы, которые вызываются не кандиды альбиканса. Брать анализ на гарднереллу тоже не имеет никакого смысла, поскольку она в норме живет во влагалище. И если нет картины бактериального вагиноза, который виден по мазку и имеет характерную клиническую картину в виде белых сливкообразных выделений с характерным запахом рыбы, то в этой ситуации приход, результат анализа, в котором будет видно, что гарднерелла положительна, не несет с собой никакого значения, поскольку только положительную гарднереллу при нормальном состоянии флора в влагалище лечить не надо. Это нормальный компонент флора, как и кандиды, которые также в минимальном количестве живет во влагалище, и методом ПЦР она будет определена, поскольку ПЦР чувствителен именно к небольшим количествам микроорганизмов. Он просто отвечает на вопрос, вот есть фактически этот микроорганизм в влагалище или нет. Что касается уреоплазм и микоплазм, бессимптомным пациентам, у которых нет никаких жалоб, у которых нет безболезненного учащенного мочеспускания, и у которых нет проблем с иммунитетом, у которых не планируют тяжелые хирургические вмешательства, у которых были случаи осложненных родов. В этой ситуации просто носительство уреоплазмы и микоплазм, по большому счету, не имеет никакого значения, можно пересдать анализ через полгода, возможно, они там уже не будут, поскольку эти инфекции относятся к категории транзиторно. Когда начинают брать бак-посевы? По большому счету, в настоящий момент бак-посев необходим только в определенных клинических случаях. Просто так бак-посев не несет никакой нагрузки. Когда начинают брать бак-посевы на уреоплазмы и микоплазмы с целью определения их количества, это абсолютно не несущий никакой информации анализ, поскольку большинство микоплазм и уреоплазм очень крепко прикреплены к эпителию влагалища. И по большому счету мы обцениваем количество того материала, который взят щёточкой. И в зависимости от фазы цикла это количество может быть разным. Поэтому критерии, когда говорят, что у вас их 10 в 4, надо лечить, меньше 10 в 4, не надо лечить, это на самом деле абсолютно пустые рассуждения.